Проходит большая машина, вот эта заливочная. У нее ножи, соответственно, настроены на хоккейный лед, не на этот лед. Соответственно, он вроде реже заливает, но лед получается все равно неровный, не так, как нам нужно. Соответственно, вот это все мешает. Лед должен быть идеально ровным для керлинга. Это сказывается на движении камня и на свале камня, то есть камень может уходить в сторону. Для наших конкретных тренеров, чтобы готовиться к большим соревнованиям и так далее, нужна разметка. Во-первых, специальная разметка вообще нужна. Без разметки, соответственно, мы играем чисто на щетку, пытаемся отработать силу удара. Так как плотность льда совершенно не та, что нам нужна, лед может быть либо очень быстрым, соответственно, силу мы можем не угадать, либо лед слишком плотный, тогда приходится толкать намного сильнее. Камни вот укатываются непонятно куда. Ты видишь, вот бросай на камеру прямо, только среднее вращение. В камеру бросай, чтобы ее сбить. Сила. Нет вращения вообще. Для полноценной тренировки нет, уже не годится. Потому что тут нам нужны именно свои дорожки. Даже для подготовки к российским соревнованиям, в принципе, на чемпионат России ехать, чтобы подготовить команду хорошо, нам нужен, конечно, свой лед. Нам нужно хотя бы пару своих дорожек с разметкой. И получается так. У всех команд есть лед, есть керлинг-клубы. У нас, родоначальников, воспитавших двух чемпионов мира и паралимпийских призеров, мы до сих пор не имеем льда. И это длится уже с 2003 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова